Рабочая группа на Горького в районе Театральной площади. В администрацию обратились представители клуба мастеров прикладного искусства с просьбой выделить для их выставки, ярмарки, постоянное место. Мы в городе организовываем выставки, поделок, изделия, ручной работы. Мы делаем пуклы, шьем скрабукинг, и декупажем, и мешок теди, поделки из ракушек. Это все наши анапские мастерицы-рокодельницы. 20 выставочных мест и только выходные дни. К совету призвали общественников. Народные контролеры ставят справедливые условия, достойное оформление и обязательная уборка за собой. Позиция городских служб – дизайн-проект, санитария, порядок. Вам надо готовить дизайн-проект, и в этом дизайн-проекте учитывать, какие у вас будут вывески, какие будут беджики, какие будут ценники, форменная фирменная одежда продавца. Все это в эскизном варианте прикладывать. Стал и урна, чтобы не было что-то купил, кто-то бросил. Чтобы все было аккуратно. Если будет чисто, аккуратно, давайте. Координатор деятельности органов ТОС Людмила Шмакова не зря говорит о чистоте. Некоторые объекты торговли в этом районе Горького – головная боль для активистов, призванных следить за порядком. Это у нас закусочная? Это закусочная, да. А туалеты есть? Есть туалеты, они лицензированы. Это один руководитель обжорка, и два у него торговых объекта, реализующих алкоголь. Хорошо, туалет для посетителей есть? Да никто их туда не пускает. Туалет для посетителей вот, под деревом. Осмотр заведения не оставляет сомнений. За чистотой здесь не следят. А вот зарабатывают, похоже, на всем. Туалет для посетителей платный. Плюс переполненная урна и грязный вход. Есть все причины пригласить на комиссию собственника закусочной. Меры убеждения могут быть разные. От штрафа до обращения в контролирующие ведомства.